В конференц-зале собрались люди разного возраста. Их объединили не только любовь к животным, но и желание помочь бездомным четвероногим, которые попали в беду. Подрядные организации по отлобу безнадзорных собак подвели итоги работы в 2022 году. С апреля месяца специалисты убрали с улиц города более двух тысяч животных, стерилизовали, оказали им медицинскую помощь и чипировали. Собак, которые не проявляли агрессии, выпустили обратно. Очевидный результат есть, и департамент в том числе отмечает. Мы получили в этом году первые благодарственные письма от администрации районов, в том числе от жителей, которые благодарят нас за проделанную работу. Жительница Самары Мария Аксенова – одна из тех, кто не пройдет мимо бездомного животного, которому требуется помощь. Несколько дней назад она услышала жалобный писк, который раздавался как будто из-под земли. Маленькая труба, в которую забрались два щенка и застряли. Мороз на улице был сильный, щенки залезли туда в глубину где-то метра три точно в землю. Туда из земля каменная, и там ничего не сделаешь, никак не вытащишься, потому что сверху еще мешали теплоизоляция. Девушка позвонила в подрядную организацию, которая сразу же выслала бригаду. Ребята смогли спасти щенков, и теперь они находятся на реабилитации. В этом году организация по результатам торгов получила участок земли в Волжском районе. К 2025 году там планируют построить областной реабилитационный центр полного цикла. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.